и всем привет в данном видеоролике я расскажу и покажу о важных командах в контр-стракт 2 которые облегчат вам жизнь но и не только итак начнем команда mjav очень распространенная команда из которой видимо ну определенные делали бинт там всякие ютуберы по типу твика которые получили вагбаны на кручение всякое такое но на самом деле эта команда не для этого нужно она нужна для того чтобы отрегулировать вашу скорость по вертикали то есть скорость вашей мышки по вертикали вот то есть если вы такое замечали что когда вы меняете разрешение и как объяснить меня для разрешения и чувствовали что по горизонтали у вас мышка двигается нормально а по вертикали у вас слишком медленно это все из-за разрешения и вот эта команда она вам поможет дефолтное значение данной команды это 0022 но есть такой специальный сайт для того чтобы понять какое вот разрешение какой mjav для него нужен то есть допустим нам у нас разрешение монитора 16 на 9 соотношение сторонами виду это дефолтное значение которое было раньше то есть вот допустим писать и 4 на 3 у вас выдается такое значение с любым разрешением 4 на 3 вот надо вписывать именно такое чтобы у вас одинаково двигалась мышка по горизонтали и по вертикали также если вписать не 4 на 3 а допустим 5 на 4 условно отправить у вас такое уже значение будет ну и так далее там допустим 16 на 10 если вы играете вдруг то такое будет им яв ну и подбирайте сайт и оставлю в описании на что так дальше но рейд все знают predict weapon не надо вот эта новая команда для мута людей так сказать своеобразный войсный был который убрали из counter-strike 2 его вот можно забейте на какую-то одну кнопку и одной кнопкой мукики размукивают тиммейтов дальше в ps max понятно не надо вот это алиас он нужен для кто играл козе там есть такой прием такой бинт как crowd jump называется то есть когда человек но вы прыгаете нажимать на одну кнопку он то есть просто хотите прыгнуть нажимать на вот на определенную кнопку которую вы забейте ли у вас человек прыгает и приседает сразу на секунду это дает boost то есть дальше вы будете прыгать чем обычно допустим это применяется на коза в основном вот такой бинт на алиас идет так дальше но это вот новый jump throw которую тоже можно забить вот так что он тоже через алиас делается старый он не будет работать вот дальше эта команда для уменьшения либо увеличения яркости тут значение подбирать сугубо под себя дальше расскажу о таких бинтах как закупка оружия чтобы не открывать магазин условно бинт там допустим кнопка и бай то 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 вот в ps2 очень сложно теперь стала так сказать забинтить данные команды данную покупку потому что если допустим пишите бай горилл у вас будет покупаться а к 47 если вы пишите бинт там бои допустим к 47 у вас покупать с горилл ну методом проб и ошибок я вычислил то что бай горилл это короче а к 47 так сг 08 это в.п. это так и осталось то что это армор без шлема это со шлемом это у меня набор сразу вот идет то есть я покупаю молотов но это вот тоже самое это зажигательная молотов флешка еще одна флешка смог это на одну кнопку все вот тут тоже самое только чуть-чуть другой стоп это зажигательная либо молотов это флешка это смог это хое дальше бойного это не нова боятся как ни странно это боится mp9 либо маг-10 теперь диффузер это киты и лает это теперь гиггл стал оказывается очень интересно так а к 47 это теперь у нас получается горилла либо фамос кому как удобно сг 556 это теперь у нас каут вот ну это такое вот основное чем я именно пользуюсь я оставлю в описании с кому-то надо дальше прыжок понятно это слоты тоже понятно все дальше команда тоже очень интересная которую переделали с релизом называется раньше нам за свой скелл это регулировка тиммейтов как вы будете слышать теперь она выглядит вот именно так так дальше данная команда повторяет прошлую брошенную гранату если вы на практике там что-то делаете словно на карту зашли гранаты покидать вам надо поставить гранату этот команда именно для этого так следующее может быть кому-то надо это пинк на звук то есть одной и той же кнопкой вы условно мутите counter strike либо возвращаете обратно свой свой звук условно вот это 0 понятно что это мут а вот это идет у нас сам звук который у вас тут вообще по идее нож должен быть 0 но я 0 не пишу потому что не знаю мне просто . удобно и тут сами под себя подбирайте то есть условно если 0 5 у вас тут будет это 50 процентов единицы это сто процентов ну и понятно дальше так хвост time scale это чтобы время перематывать на отдельные кнопки на practice сервере локальном ну там быстрее чтобы смог прошел либо еще что-нибудь так что еще такое важное данная команда она нужна для того чтобы увеличить зум в а в п либо скауте чтобы перекрестие было потолще вот эта команда этим занимается volum это и так понятно это звук так это музыка у меня вырубается так дальше чтобы такого интереса показать данная команда нужна для того чтобы включить и настроить музыку для 10 секундного отсчета до взрыва бомбы то есть регулирует именно вот эту настройку данная команда нужна для того чтобы мутить метки игроков то есть условно они будут у вас показываться на экране но при этом не будет воспроизводиться звук вот если вы ставите 0 то у вас вообще не будет метки показываться если ставите двойку то у вас будет и звук и и дисплей так сказать вот отображаться метки так шоу лада вот это всегда показать ваше снаряжение use open by меню 0 у меня стоит это на букву е у вас откроется магазин на спавне ну и еще по ручку команд это допустим чтобы не показывала когда вы наводите на союзника у вас там крестик нарисован что типа стрелять нельзя эта команда за это отвечает 0 нет 1 до дальше crosshair recoil это новая функция в cs2 следовать за отдачей вот дальше r show built-in form эта команда нужна для того чтобы в нижнем левом углу отключить build counter-strike 2 из кого-то бесит данной командой это можно выключить также чуть не забыл про команду на сброс бомбы выглядит она так я ее вот сам придумал это она работа через алиас если вы будете вписывать как раньше там в интернете где-нибудь найдете на сброс бомбы он не будет работать данная команда позволяет сбрасывать бомбу на единственную кнопку то есть вот тут бинг на слот 5 идет если у вас бомба забинджена на какой-то другой слот то есть не на цифру 5 ставить другую кнопку ну и по нажатию буквы n условно у меня сбрасывается бомба автоматически ну и так больше ничего такого что я бы хотел бы рассказать нету также порекомендовал бы если вам надо скачать данный конфиг там как-то из под себя команды подобрать чтобы вам было удобно и хорошо ориентироваться в чем ком там переименовать как вы хотите и радоваться жизни ну и также могу посоветовать скачать мой fps конфиг которым тоже есть некоторые команды для повышения fps а вот тут много конечно команду все-таки что пока нашел уж чем пользуюсь вот показываю и важная такая тема это сделать так чтобы у вас не сбрасывался джем тролл при каждом переходе в игру чтобы не надо было каждый раз писать открывайте вот свойства counter strike 2 ищите launch options тут вам нужны такие команды написать через плюс плюс экзек и название вашего конфига то есть при каждом заходе в игру конфиге которую вы тут прописываете через плюс экзек вас будет экзекиться автоматически то есть и вам не надо каждый раз писать как команды на джем троу либо еще что-нибудь ну и все таки куда закидывать конфиге чтобы у вас применились они там вы раз должны экзекнуть в консоли написать экзек и название конфига это вы заходите мой компьютер где у вас установлен steam steam maps come on конца google offensive game csgo кфг и закидывайте вот сюда конфиге всем спасибо за просмотр подписывайтесь на группу телеграм на канал там ставьте лайки ну и всем хорошего настроения всем пока